Так повелось, что в больницу человеку не хочется приходить, но уж если припрёт, то ты или придёшь на приём к врачу сам, или тебя привезут на скорой. Этого человека почти все знают в нашем городе и за его пределами. Кто-то отзывается негативно, но большинство людей всё же ему очень благодарны, а некоторые обязаны даже жизнью. Это Сергей Кабалов. Географическое моё рождение – это Белоруссия. Но я там прожил недолгое время, это первые два года жизни, там проживали мои родители. А школу я закончил во Владимире. После окончания школы я перебрался на Смоленщину и уже на Смоленщине закончил Смоленскую медицинскую академию, после которой уже начал свою трудовую деятельность сначала в условиях Рословской центральной районной больницы в качестве врача-хирурга, а в последующем уже и врача-травматолога-ортопеда, в качестве которого я уже работаю 23 года. Ну, это было, наверное, как-то, вариантов у меня было много по выбору профессии, но как-то по одной ситуации сложилось то, что я сам лично попал в больницу, и почему-то вот уже на грани такого осознанного возраста почему-то принял решение все-таки посвятить себя медицине и здравоохранению. То есть это, ну, среди родственников у меня много медицинских работников, и я как бы не первый человек в поколении, но медиками мои родители не являются. Многие ошибочно считают, что врач-травматолог занимается исключительно накладыванием гипса, но область его деятельности значительно шире. Это кабинет врача-травматолога. Здесь принимаю я, и еще принимает после меня еще молодой доктор. Ну, есть соседний кабинет, мы тут как бы все дружно живем. Это кабинет, где принимает хирург. Вот, это кабинет хирургический. Здесь у нас работает молодая перспективная доктор Яна Романовна. Вот, хорошая очень девушка, приятная. Наши пациенты ее очень любят. Вот, ну, это наши тоже золотые медсестры, которых я очень люблю и ценю. Вот. Наташа. Так, ну, это у нас, скажем так, маленькая операционная или перевязочная, в которой мы делаем свои хирургические операции, небольшие операции, ну, которые нам позволяют данные условия манипуляции. Вот, здесь на данный момент работает у нас Наташа. Хорошая тоже девочка, очень такая перспективная. Очень сложно оказывать вот весь возможный спектр помощи травматологической, ортопедической, хирургической, вот, в условиях, допустим, той же поликлиники. Потому что документации с каждым годом становится все больше, нагрузка больше, и на всех врачах эта нагрузка огромная. И первые ощущения у меня, допустим, даже сложились после окончания института. Даже первый страх был даже снять швы у первого пациента. То есть вот, ну, а потом, конечно, потихонечку, потихонечку все это стало уходить. Появлялся опыт, появлялась уверенность. Первый страх был даже не столько с операцией связан, насколько именно с первым подходом к живому пациенту. Не то, чтобы это было на институтской скамье, это было уже после окончания, когда ты уже попал в эту всю кухню, в эту практическую уже структуру здравоохранения, когда я уже был в интернатуре, уже приехал работать в больницу, и вот первое столкновение, твое личное, тет на тет с больным, да, да, конечно, это было что-то такое, немножко стрессовая ситуация, но потом это все быстро прошло. Сергей Кабалов провел более тысячи успешных операций. В санчасти работаю уже 30 лет. С Сергеем Константиновичем знакомо очень давно. Обратилась к нему 3 года назад с проблемой деформирующей артроз коленных суставов. Очень чутко пока относится к больным, грамотный, профессионал своего дела, знает, как подойти к любой проблеме. Поначалу лечили физиометодами и медикаментозными, а потом он предложил мне на операцию. Мне сделали замену левого коленного сустава. Сейчас у меня проблема с плечевым суставом. Я к нему обращаюсь, он всегда выслушает вежливо и подскажет, что правильно делать. Назначил мне лечение, думаю, что все поможет. Сергею Константиновичу хочу пожелать здоровья крепкого и продолжать лечить нас профессионально, качественно, потому что он очень хороший доктор. Да, переключаться, естественно, надо. И постоянно находиться, приходить домой и в голове держать работу тоже нельзя. Но основное мое увлечение – это спорт. Я очень люблю спорт, много лет уже занимаюсь. У меня даже очень интересный режим, то, что я просыпаюсь около пяти утра и уже много лет, каждое утро пробегаю минимум три километра. В юности занимался профессионально спортом и легкой атлетикой, тяжелой атлетикой. И поэтому вся вот эта ностальгия, она осталась. И я вот нашел как бы такое увлечение для себя в виде именно занятий физической культуры. Не могу назвать это спортом, это физическая все же культура для того, чтобы выглядеть и быть в хорошей форме, и выглядеть хорошо, и чувствовать себя комфортно, и быть активным и работоспособным. Нет, я не пожалел о своем выборе. Если бы все это возвернуть назад, я однозначно, я бы выбрал именно вот эту профессию, вот это направление медицины, и именно выбрал именно травматологию и ортопедию. Поначалу, конечно, у меня было полное непринятие этой специальности. Она как-то, ну, совершенно меня не привлекала. Но потом, через определенное время, когда я окунулся глубоко именно в эту профессию травматологии и ортопедии, я почувствовал вкус, я почувствовал удовлетворение. То, что вот именно там, здесь, я могу себя проявить в полной мере, в той мере, в которой, ну, и реализоваться как специалист. Вы знаете, иногда может быть эмоционально сложная и операция не на ответственном сегменте, а иногда ты можешь сконцентрироваться настолько даже на операции на сердце или на операции на мозге. И не чувствовать никакого напряжения, ты просто будешь полностью поглощен во всех этапах, во всем алгоритме операции, что для тебя не важно, что ты оперируешь – голову, сердце, живот, руки, ноги. Как говорили, ну, старые доктора, что чем больше у меня опыт, тем больше я боюсь. То есть они это не скрывали, что чувство страха и чувство осторожности, наверное, осторожности вот это, оно становится более выраженное с опытом и со стажем работы. Доверие к самому здравоохранению у меня, как у врача, оно уменьшилось, оно стало исчезать, доверие. У меня появилось больше доверия просто к определенным людям, к определенному врачу, к определенному человеку. Я уже больше года, как я перешел работать в поликлинику, у нас появился молодой доктор в отделении, ну, как бы, возможности предоставлены ему парень хороший, перспективный, поэтому он должен учиться, он должен оперировать, набираться опыта. Вот, поэтому... Ну, а ближе вам все-таки та работа? Да, ближе все же мне работа в отделении, в стационаре, потому что больше 20 лет я просто проработал оперирующим доктором. Это вот... Ну, так вот сложились обстоятельства, что... Ну, и здесь нужны, как бы, доктора, и доктора, и молодые доктора, которые должны знать специфику поликлинической работы, и доктора, которые имеют опыт уже работы достаточной. Тоже они необходимы для поликлиники. Как проходит прием у врача-травматолога? При получении серьезных травм, осложненных кровопотерей, нарушением дыхания, потери сознания, моментально развивающимися инфекциями, остановкой сердца, специалист действует, как врач скорой помощи. Во всех других случаях, как правило, к врачу записывается на плановый прием в удобное для себя время. Однако, если симптомы серьезные, то затягивать с визитом не нужно, чтобы не усугубить ситуацию. На приеме у доктора сначала проводится беседа, на которой пациент должен рассказать о состоянии здоровья и высказать жалобы. Вы попали к врачу-травматологу. Какие проблемы у вас? Что случилось? Проблемы с позвоночником. Неудачно прыгнуло на одну ногу, когда в длину прыгал. И после этого, там вроде бы, давно я снимал, снимал, но у меня, гораздо чуть защемление было позвоночника. И иногда с гаража до дома дохожу тяжело. Тяжеловато. Или когда, может, поосуждаю, или осуждаю, или замерзаете, ну, тяжело эти вообще. Ну, то есть, появляются боли, появляются боли в спине, которые, в основном, я так понимаю, они при ходьбе, или какой-то... При ходьбе. При ходьбе, да? Да. Ну, раньше тоже был, когда сидел, не мог. Когда это... Ну, в ближайший год вы не обращались, не обследовались, ни у каких... Ни у каких специалистов. Ни у каких. Ни у каких, да? Так. Ну, я не знаю... Так. Ну, конечно, желательно вас было бы посмотреть. После осмотра вашего, ну, немножечко, может быть, это будет на профессиональном языке, да? Кое-какая клиника, симптоматика у вас присутствует. То есть, проблема с позвоночником имеется, да? Ну, если на нашем медицинском языке озвучить, то есть сглаженность пересничного лордоза, то есть изменение его формы. То есть, он должен быть немножко дугообразный и изогнут, у вас же он выпрямлен. Так. Есть асимметрия кожных складок, есть асимметрия мышц, есть напряжение мышц паравротебральных с правой стороны, есть определенные болевые точки. Все это как раз является проявлением какой-то проблемы в позвоночном столбе. Ну, для того, чтобы нам с вами немножечко уточниться с диагнозом, в первую очередь, конечно, необходимо сделать обычный рентген. Это мы можем сделать все сегодня. У нас есть хороший аппарат, аппарат цифровой, вот, картиночка очень хорошая, очень качественная, поэтому эти снимки прям даже не хуже иногда, чем компьютерная томография. Ну, пришли ваши снимочки ко мне на компьютер, изменения в вашем позвоночнике имеются так, я не скажу, что уже совсем они такие страшные и критичные. Ему можно ограничиться разумными физическими нагрузками, ну, единственное, исключить какие-то там агрессивные вещи, это подъем тяжести, какие-нибудь взрывные стартовые нагрузки, которые будут вызывать перегрузку позвоночного столба. Понимаете, если у человека, допустим, такой образ работы или вид работы, который его вынуждает постоянно находиться, допустим, в невыгодном положении для его, либо суставов, либо позвоночника, да, вот, нужно сформировать хороший корсет. Ну, корсет можно, знаете, купить в аптеке и зафиксировать, и зажать, задавить тот же позвоночник. Движения не будет и болеть не будет, скажем так, сильно, да, вот, но правильнее и оптимальнее в данной ситуации сформировать свой корсет из мышц. То есть, хорошо натренированные мышцы, которые будут хорошо натренированы, закачаны, будут как каменные, как кирпич, они будут держать лучше, корсет, чем корсет, да, который продают в этих аптеках. У человека есть выбор, да, либо мы живем так, да, либо мы живем, кушая по ведру таблеток. Вот. А как врач я хочу, наоборот, человека избавить от излишнего приема медикаментов. То есть, мы должны стремиться не к тому, чтобы человека лечить именно лекарствами, да, нет, я не говорю о ситуациях, когда, я же не исключаю медикаментозное лечение, оно должно быть, оно присутствует, оно необходимо, но на определенных этапах, в определенных ситуациях, при определенных нозологиях, когда, ну, здесь без них никак не обойтись. Трамва и заболевания опорно-двигательного аппарата являются основными источниками боли и дискомфорта, которые заставляют пациента обращаться за медицинской помощью. Субтитры подогнал «Симон» Заниматься я начала рукоделием примерно годика, года три назад. Подвигла меня на это моя маленькая принцесса. Очень хотела сделать необыкновенные красивые бантики, не такие, как продают в магазинах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова